что готовлю я потихоньку уже тесто для пасочек и сейчас у меня сходит микроволновки опара а я пока тут занимаюсь смертоубийством вот этой вот штукой которая для молока для кофе пытаюсь сбить этот яйца все равно нечем пока заняться пока сходит опара просто посмотрите на этот успех уже появилась пенлика она просто грузнет когда он вниз опускаешь но уже это просто успех да можно конечно купить это купить миксер но это ж будет неинтересно правильно поэтому я купила такой миксер маленький я купила его просто для того чтобы взбивать например у нас кофемашина не есть штука в которой взбивать но она мне не очень устраивает ну просто ее нужно отмывать и очищать и чаще будет забиваться кофе в машина короче поэтому я взяла нам такую штуку и очень-очень качественно взбивает молоко и плюс кофе Андрей взбивать начал нам и получается даже молоко с кофе очень вкусно и похоже прям точь-точь как подают латте в этом в разных кафешках и ресторанчиках вот именно не в кофейнях в кофейнях часто бывает например у Роме мне уже давно не нравится кофе потому что оно во первых невкусное стало у них раньше было очень вкусно такое как в Макдональдсе а потом когда они раскрутились и добавили там вот это раф кофе они все стали невкусные готовить кофе латте вообще там откротичнее стало там обычный кофе с молоком какой-то получается и то вкус этого нет вот в Маке никогда не портится кофе но не во всех Маках кстати вкусное а вот в кафешках всегда лата подают очень вкусно и вот благодаря этой розовой штучке получается у нас очень вкусная лата так что ребят пеночка пеночка образовывается так что пока мне скучно я тут развлекаюсь как могу все подготовлено все ожидает моих приготовлений я только что если честно так расстроилась потому что мне показалось что мне не сходит опара и я подумала что все не заработали мои дрожжи короче раз нервничалась чуть ли не расплакалась психи нервы потому что хочется чтобы все получилось ну и все получается вроде бы посмотрим что будет дальше так что да а яиц мы будем готовить опять космические красивые разные увидите а и Смотрите, сходят тут мои масочки, они долго не всходили из-за того, что это тепло, то уверен, что дома не тепло, поэтому я решаю это просто выключение снова отопления, и я периодически добавляю туда горячего воздуха. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, наконец-то это происходит, у меня пасочки остыли, я сейчас вот закончу с глазурью, у меня будет три цвета. Вот я жду сиреневый чуть-чуть загус, я жду, чтобы они больше загусли, чтобы они не начали обтекать прям по всей пасхе. Короче, вот загуслать на чуть-чуть, это еще не так загусло, но тоже уже загустоет желтенькое. И вот готовлю голубую. Я, короче, я, короче, чтобы взбить до пенки, делала вот так, представляла, что я миксер. Короче, я так доделала, что, прикиньте, у меня рассыпалась здесь вся лазурь. Не мокрая, слава богу, а это сухая рассыпалась, короче, которая шла порошочком. Пасочки получились прекрасные, правда, у меня тесто перелезло прям через верх чуть-чуть, то есть повытекало по бокам, и из-за этого я смогла попробовать пасочку. Получилось просто божественно, она такая сладенькая, такая вкусненькая, уже представляю, как ее с молочком кушать. Будет вкусно. Фух, короче, сейчас вот это надо решить за гназурью, это вопрос. И все. И можно ехать светить пасочки. Украшаются пасочки, смотрите, какие они получились красивые. Вот такие вот две красивенькие. Вот такая вот одна, вторая вот такая, и третья вот такая. Очень красивые все паски. Нам, я не знаю, Андрей еще не видел, потому что он в полудреме периодически. Поэтому узнаем его, мне некогда он видит. Но мне они безумно нравятся, очень красивые. Я очень старалась и потратила очень-очень много времени только что на них, потому что вот эта штука никак не загустовала. Короче, не могла загустеть она. Вон она уже, по чуть-чуть. Такая уже становится. Но мы еще, не знаю, нам еще где-то минут сорок точно ждать. Короче, как Андрей и предлагал, что в три часа ночи поедем. Так мы, наверное, и поедем. Потому что они еще не до конца высохли все. Так что ждем. Двадцать два. Мы выдвигаемся. Все. Господи, хочется копиться. Едем на Михайловску, да? Угу. На Крещатик едем. Мой любимый, любимый, любимый церковь. Мы, короче, не знали, русские только что, даже помышленка видела, он только что уходил с церкви. Мы уже стоим. Бару. Взяли огонь, тот, который привозят в Керушеве, да? Да. И здесь очень красивенько. Не знаю, это мое самое-самое любимое место. Здесь такие птички поют, так приятно, ну? Очень хороший атмосфер. Здесь все люди очень хорошие какие-то, да? Я хочу ждать, как у нас хотите. Христос воскрес и звертый смерть подала, и ты, что гроба в життя дарова. Христос воскрес и звертый смерть подала, и ты, что гроба в життя дарова. Ну что, ребят, посетили мы пасочку. Пошли сфоткаемся туда, на самый главный вход. Пойдём? А, так они с двух сторон связаны. Ага. Короче, мы сейчас идём сфотографируемся, вот там вон. И пойдём через парк нашей машинки. Может быть, как раз. Прокурально. Музыка. Достаточно. Прокурально. Прокурально. Тогда у нас есть. Ура. Я обожаю звон колоколов, потому что я не знаю почему, я даже кайфую, есть такой рингтон в этом, есть такой рингтон, короче, у айфона, звон колоколов, и он мне всегда очень нравился, и всегда я его ставила раньше на будильник себе, и тогда звонил столько колоколов, представляешь? Да. А вот здесь, возле вот этого фонтанчика я прилепляла монетки и загадывала желания всегда, но у нас, к сожалению, с собой нет монеток. А, есть, сейчас найдем, пошли лепить желания наши. Знаете, как нужно правильно начинать утро? Приезжать в церковь, светить Пасху, потом слушать звон колоколов, взять обязательно огонь, который приводит с Иерусалима, встретить Петра Порошенко, к которому, как к президенту не очень хорошо относятся, но как к человеку, в принципе, мы встретились. Ну, тоже. Ну, встретились, да и встретились. В общем, ребят, всех с праздником и Христос Воскрес! Воистину Воскрес! А теперь ты? Христос Воскрес! Воистину Воскрес, ребят!